Заключённые Чмурила Что же это такое? Это просто хулиганство какое-то! Вообще! Просто зверь! Просто маньяк! Ну вот он всегда там. Ему хоть кол на голове тиши. Ну что, будете продолжать или закрывать? Буду! Рюмин, дайте мне ваш диктофон. Скажите, Чмурила, вы помните ваших учителей? Имел твоих учителей! А маму? Вы помните вашу маму? Имел твою маму! Слушайте, вы! Неужели вам не жаль детей, которых вы замучили? Имел твоих детей! Да что вы всё заладили? Имел да имел! Вы можете говорить нормальным русским языком? Имел твой язык! Нет, я не могу больше с ним разговаривать. Это просто какое-то животное! Маньяк! Какое там животное? Животное в сто раз умнее, чем он! Полудурок! Закрывайте! Подождите, дайте-ка я... Скажите, Чмурила, вы имели семью? Имела семью! А работу? Работу имели? Имела твою работу! Так, значит, и профессию вы тоже имели. Имела профессию! Хорошо. Имели вопросы к правительству? Имела твоё правительство! Так, попробуем вопрос поставить иначе. К нашему парламенту вы имели вопросы? Вопросы имели? Имел вопросы! Прекрасно! А скажите, Чмурила, вот этого депутата, замечательного человека, вы хотели бы иметь? Хотел бы иметь депутата! Прекрасно! Передайте вот это заключённому. Имейте его сколько хотите, любезный. Я закончил. К стене! И что, это всё будет напечатано? Непременно! Надо будет почитать. А как называться-то будет? Маньяками не рождаются! Интересно, про что же вы напишите? А про всё, что узнал? Да? И что же вы узнали? А я, Машенька, очень многое узнал. Во-первых, человек имел семью, имел работу, имел профессию, но имел вопросы к правительству и Государственной Думе. И ни на один вопрос ответа не получил. И в результате не имеет ни семьи, ни работы. А сидит в тюрьме. Что, спрашивается ему делать? Что? Голосовать за депутата Смелова. С кем он связывает надежды на будущее. А под заголовком напишем «Даже чмурилла заговорилла». Ловко. А, Машенька, вы меня недооцениваете. Работайте со мной, Маша. Что же вы всё с этим, со свинедиктовым, гоняетесь за этими чудесами? Да, вот такие мы с ним, наверное, чудаки.